Девушки отдыхают Даже главный судья постоянно бегал с своим розовым фотоаппаратом, меня всегда фотографировал. При этом рейтинг известности Екатерины в родной Белоруссии приближается к нулевой отметке. За всенародную любовь там отвечают теннисистка Виктория Азаренко и биатлонистка Дарья Домрачева. Но это и неудивительно. Тайский бокс в Белоруссии сам по себе не слишком популярен, а индустрия раскрутки спортсменов развита слабо. Обычно, в принципе, люди, когда знакомятся со мной или просто видят, не верят, что я занимаюсь тайским боксом и тем более являюсь чемпионкой мира. Я как-то думаю, что это шутка или что. Над своим имиджем девушка работает сама. Каждый раз выходит на ринг под разную музыку, то под Рамштайн, то под заводную российскую попсу. Но это еще что. В последнее время Вандарева стала выходить на бои, обутой в туфли на шпильках. Фишка сработала. Мировая спортивная пресса уже раздумывает над подходящим прозвищем для Кати. Как обычно всегда говорят, что мы, вот, девушки, бойцы, там, какие-нибудь обдубашенные, там, еще, ну, вообще ненормальные. Ну, таким образом, я хотела просто показать, что вне ринга мы такие же, как все, женственные, красивые, умеем ходить на каблуках, готовить борщи и так далее. Как и любая девушка, Екатерина не мыслит себя без крепкого мужского плеча. К слову, любимый мужчина у нее есть. Однако, постоять за себя она способна в одиночку. И, судя по примерам из жизни, это главный плюс от занятий муай-тай, если не считать многочисленных титулов. В принципе, я мирный человек, но было такое, что на меня, конечно, нападали в подъезде, вот, пытались душить маньяк. Хорошо, что я занимаюсь таким видом спорта, потому что я смогла отреагировать, смогла себя защитить. В то время, как Екатерина готовится отправить очередную соперницу в нокаут, оценить ее фото на главной странице портала sportbox.ru и там же в фотогалерее. Дмитрий Лузган, Георгий Юрский и фотограф Алексей Трунов. Все включено.